Насколько большим является вот это вот число R? Все понимают, что вообще-то число R меньше, чем P. Это все поняли? Помните, мы тогда выписывали числа и потом брали разность? Мы выписывали 10, 10 в квадрате и так далее, 10 в степени N, и брали разность каких-то двух. Значит, показатель степени меньше, чем P. Так вот, а давайте я еще кое-что скажу о этом самом числе R. Тянем P-1 делится на R. Что такое F? Это функция Эйлера. Функция Эйлера – это количество всех чисел от единицы до N. Фи от N – это количество несократимых дробей вида M разделить на M, где M бегает от единицы до N. Или, другими словами, Фи от N – это есть мощность множества таких чисел M, что M от единицы до N, и при этом… Ну, это то же самое, просто без слов, и числа взаимно простые. Вертикальные баллы – это количество, это множество, а это таких что? Какие-то двоеточие из-за ли вы ставите? Но двоеточие из-за дахом деления, он… Не знаю, я бы что-то не так объясняю. Не важно, ребята. Количество таких чисел, которые расположены между единицей и N, значит, от 1 до N, и при этом взаимно простые. Для любого простого числа P – это, конечно, просто-напросто P-1. Надо доказать, что 10 в степени P-1 дает остаток 1 при делении на P. Это называется малотерий Ферма. Это малая теорема Ферма для числа 10. Вообще-то мы ее уже доказывали на предыдущей лекции, и не только для 10. Давайте теперь подумаем, а если у нас не простое число, а степень простого числа, чему в таком случае будет равна перевода функции реймера, и чему это будет соответствовать. То очень просто. Если у вас есть какое-нибудь P в степени S, есть неправильное число, то что такое функция реймера? Нужно взять все числа от единицы до P в степени S и выбросить те, которые делятся на P. Ну, всех чисел P в степени S штук, делящихся на P, понятное дело, ровно одна P-тая от этого количества. То есть это будет, господа, P в степени S минус P в степени S минус 1. Или другими словами, это будет P минус 1 умножить на P в степени S минус 1. Почему я это говорю? А потому что это на самом деле другой способ объяснения, почему у нас здесь вот так все было. Не доказательство, а именно объяснение. Почему у нас там, начиная с некоторого момента, происходит умножение на P? Да очень просто. Ответ это просто в несколько раз меньше, чем функция реймера. Давайте объясню. Дело в том, что есть так называемая теорема реймера. Это то же самое, что малая теорема ферма, только для непростого числа. Теорема, то есть малая теорема ферма реймера, да? Или теорема реймера. Звучит она так. Так, если число N взаимно просто с числом 10, взять эту формулу вместо 10 написать любое правильное число, то 10 в степени F от N дает остаток 1 в пределении на N. И если вы теперь посмотрите на формулу F от P в степени S, то поймете, более-менее, почему здесь так все было. Доказательство формулы эймера, что теперь такое же, как у нас было доказательство малой теоремы ферма. Смотрите, берем число N и выписываем все числа от 1 до N, которые взаимно росты с числом N. А первое, А второе, А третье и так далее, А с значком F. Это остатки. Это разные остатки по модулю N. Каждый из них домножаем на 10. Получится 10A1, 10A2, 10A3 и так далее, и так далее. 10 умножить на А с значком F. Так вот, ребята, если от этих чисел тоже взять остатки, то они все будут разные. И они все будут взаимно просты с числом N. Почему? Взаимно просты, потому что мы это обнажали на 2,5, а это число N взаимно просто с 2,5. Почему они разные? А потому что, представьте себе, что 10X и какой-то там 10 или XY, это какие-то разные из этих чисел, дают один и тот же остаток при делении на N. В таком случае разность будет делиться на N. А чему равна разность? Очень понятно, почему. 10 умножить на X-Y. Но если N взаимно просто с числом 10, то получается, что X-Y делится на N. Проще говоря, это один и тот же остаток. Значит, когда вы выпишите остатки отделения этих чисел, то это будут те же самые числа, только в другом порядке. Значит, если вы перемножите эти и перемножите эти, то остаток отделения на N получится один и тот же. Давайте я это аккуратно выпишу. Когда вы перемножаете все числа, а первое, а второе, а с значком FIATEL, то это будет такой же остаток, потому что они просто в другом порядке, но те же самые числа на самом деле. 10А1, 10А2, 10А с значком FIATEL. Остаток мы все время берем при делении на N. Если вот это произведение перенести сюда, то здесь останется 0, а здесь будет 10 в степени FIATEL минус 1 умножить на произведение вот этих самых чисел, на произведение H. И вот эта штука должна быть сравнима с 0. Жизнь сравнима с 0. Значит, это должно делиться на N. Но эти взаимопростые с числом, поэтому они ни при чем. Значит, вот это должно делиться на N. А это и есть обобщение малой теории Фермак.